Первый день первенства Российской Суперлиги-2 подарил болельщикам яркую игру. Тобольск. Достаточно хорошо ребята сегодня себя показывают. Очень нравится. Знаю то, что играют против лидеров. В целом очень неплохо. Посмотрим на вторую половину. Мне не хватает больше паса в игре. Сам играю, продолжаю играть. Приехали погостить из Москвы. Команда из Тамбова является лидером лиги. Тем не менее, в упорной борьбе первой игры с минимальным отрывом в два очка Тобольский нефтехимик одержал победу в овертайме со счетом 102-100. Самым результативным в составе хозяев стал Георгий Горотяев, набравший 24 очка. Настрой у ребят был на победу. После первой половины тобольские баскетболисты вели с разницей плюс 10 очков. Ну, очень боевое. Плюс мы ведем в счете. Мы настроены на победу. Соперники, конечно, сильные. Они идут на первом месте в лиге. Ну, и мы настроены бороться и побеждать. Приехали новые люди. Они втягиваются в коллектив. Вот у нас новый игрок появился. Сегодня он себя демонстрирует. Однако в повторной встрече лидер чемпионата смог взять реванш. Игра завершила со счетом 83-71. После очередных игр нефтехимик занимает 9 место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Не очень, скажем так, хорошо стартанули в чемпионате. Но сейчас у нас проходит ротация. Набираются другие игроки, которые усилят нашу игру. Я думаю, мы покажем тот результат, который мы планируем в этом сезоне. У нас хорошая баскетбольная школа. Мы ждем наших ребят, которые подрастут и придут в нашу команду в нефтехимик побеждать. Следующие игры таблики также проведут дома. 8 и 9 декабря подопечные Дмитрия Тараканова примут на своей площадке клуб Митсу Баскет из Липецкой области. Наталья Китова, Рустам Рузеев. Тобольское время.